На прошлой неделе наши коллеги из программы «Диагноз» на КТК показали забавный сюжет про изгнание джинов. Это когда люди уверены, что все их болячки от того, что в них вселилась нечистая сила. Мол, демоны пожирают изнутри, и от этого и голова болит, и нервы ни к черту, и половое бессилие. Прямо скажем, современная наука ко всему этому делу относится скептически. Это скорее из области психиатрии. Но что началось после выхода программы, в редакции оборвали все телефоны. Журналисты и редакторы устали отвечать на звонки с требованиями срочно избавить телезрителей от джинов. Выяснилось, у нас буквально полстраны одержимы бесами. Жена постоянно вяжет и ругается, в нее вселились злые бесы. Муж целыми днями лежит на диване, ничего не делает, у него внутри джин. В общем, с этим изгнанием злых духов произошла форменная чертовщина. Наш корреспондент Михаил Корчевский попытался сохранить ясную голову на фоне всеобщего помешательства. Субтитры создавал DimaTorzok Телефоны в редакции КТК буквально взорвались неделю назад и с тех пор не умолкают. Журналисты и координаторы не успевают отвечать на звонки. Телезрители обрывают линии с единственным вопросом. Как найти того, кто изгоняет дьявола? Телефон, запишите, пожалуйста. Телефон, запишите, пожалуйста. Телефон, запишите. О джинах и прочей чертовщине журналисты медицинского детектива «Диагноз» рассказали в эфире КТК неделю назад. И страна словно взбесилась. А вот главная героиня той истории. С самого рождения у маленькой Самиры проблемы со здоровьем. Врачи помочь не смогли, и родители обратились к имаму. Он-то и открыл страшную и странную правду. В Самиру, оказывается, вселились демоны. Ох, думаю, какой человек он. Он смог, честно сказать, помочь. Которую врачи не смогли сделать, он помог нам. Мухаммед Шахин приехал в Алматы из Турции. Уверяет, что уже больше 30 лет изгоняет из людей злых духов. Говорит, бесы и джины опасны. Они наносят непоправимый вред здоровью. Причем проявлять себя потусторонние силы могут по-разному. Когда в человеке внутри находится джин, он мешает ему нормально жить. У него появляется либо бессонница, либо постоянно снятся страшные сны. Человек может находиться долгое время в депрессии, переживает стресс, становится агрессивным. Процедура изгнания бесов и джинов практикуется во многих религиях. Священники и имамы, которые обучаются экзорцизму не один десяток лет, очищают людей от злых духов с помощью специальных молитв и обрядов. Кадры обряда экзорцизма на нашем канале будто разбудили в телезрителях всех бесов. В один миг страна проснулась и поняла, внутри каждого сидят джины, их срочно нужно изгонять. Причем люди абсолютно уверены, любой болячке виновата именно нечистая сила. И другой надежды на спасение, кроме посещения чудо-экзорциста, нет. В офисе имама-целителя теперь аншлаг. Прием расписан сразу на несколько недель вперед. Люди толпами идут сюда вместе со своими джинами. Правда, от камер отворачиваются. Существование бесовщины, естественно, верит и духовенство. Аллах Всевышний в Куране говорит, я создал джинов и людей для того, чтобы они мне поклонялись. Поэтому параллельный мир существует, мир джинов. Поэтому они живут так же, плодятся так же, в судный день так же будут отвечать перед Аллахом. А вот психологи внезапную массовую истерию объясняют просто. Человеку всегда и во всем нужен незамедлительный результат. Да и потом всегда проще списать все на беса, чем искать причину в себе. Все, до сих пор каждый человек, это тот же младенец. Младенец хочет все сразу и немедленно. Потому что мы предлагаем, да, мы с вашим джином-шайтаном справимся. Мы с вашей шизофренией и словом справимся, возможно, и таблетки. Но это, увы, требует какого-то времени. В основном все диагнозы, звонящих в редакцию, идентичны. Болит голова, спина или желудок. У родственника сыпь, у соседа вши, у собаки диарея. Врачи или не смогли помочь, или к ним даже и не обращались. Да и зачем, если еще не придуманы таблетки против беса, живущего внутри. Какая у вас проблема? Проблема у меня диагноз, не можно найти болезнь. Просто лечилась и никак не можно найти. Скажите, пожалуйста, будьте добры. Мне сказал, что адрес на замечете, который иман на вот этот. А что, нельзя адрес узнать просто? Бывали и совершенно уникальные истории. Женщина плачет в трубку, заявляя, что ее муж целыми днями лежит на диване и смотрит телевизор, не желая больше ничем заниматься. В нем точно джин, уверена супруга. Но встречаются и такие, у кого действительно не осталось никакой надежды. У меня братишку уже 5 лет, его вот эти вот голоса мучают. Они заставляют его покончить жизнь самоубийством. Он бросался под поезд, ну выжил, при анимации отлежал, выжил. Два раза вешался, мы его с петлей снимали. Михаил Корчевский, Веня Раисимова, Ержан Еркембеков, Уланну Сибхожа и Владимир Бахчеванов. Портрет недели.